Привет! На полках магазинов и в интернете представлено огромное количество шейкеров для спортивного питания. Мы покажем, как правильно их выбрать и расскажем несколько лайфхаков о использовании шейкеров. Вот они, шейкеры разных цветов, форм, брендов, и это далеко не весь выбор из нашего магазина. Не будем рассматривать конкретные модели, для этого есть отдельное видео. Сейчас мы расскажем, на что именно нужно обращать внимание при выборе шейкера. Объем шейкера. На всех есть шкала с насечками и сразу лайфхак. Лови лайфхак! Не все шейкеры прозрачные, поэтому не всегда видно уровень воды. Обращайте на это внимание при выборе шейкера. А еще учитывайте тот факт, что последняя насечка 700 мл, но до крышки можно еще долить драгоценные 100-150 мл. Это встречается довольно часто. Самые популярные шейкеры это 600-700 мл. Они отлично подойдут для порции протеина 200-300 мл и хорошей порции гейнера 500-700. Маленькие шейкера 300-400 мл. Они компактные, подойдут для порции протеина, аминокислот, либо предтренировочного комплекса. Также большим спросом пользуются у девушек. Большие шейкера объемом 800 литр и даже 2 литра есть смысл использовать только в двух случаях. Первое. Если вы используете шейкер как бутылку для воды и очень много пьете. Второе. Можно замешивать порцию гейнера или даже двойную порцию и использовать его целый день. А есть еще шейкеры с дополнительным контейнером для порции протеина, либо аминокислот. На тренировке выпили аминокислоты из основного отдела, пересыпали протеин, добавили воды и выпили после тренировки. Можно использовать как таблетницу. Есть такие деления внутри, можно положить капсулы имеги или витамины и носить с собой на работу. В общем, если используете несколько добавок, то обратите внимание на эти модели. Они довольно удобные. Далее. Какая крышка удобнее и практичнее? Вариант первый. Закрутка как у бутылки. Открутил-закрутил, все просто. Из минусов многие ее теряют. Второй вариант. Клапан считается более надежным. Для болного закрытия нужен щелчок. Кстати, это частая ошибка. Многие в спешке не закрывают полностью шейкер. Отмыть тренировочную экипировку, сумку, одежду. Ой, как сложно. Да, Миш? Как на утреннике, да? Дети, вам все нравится? Рекомендуем перед покупкой несколько раз защелкнуть шейкер, проверить его надежность. Есть еще такой вариант закрутки с дополнительной силиконовой прокладкой. Это крутые шейкера Blender Bottle. Что внутри шейкера? Хороший протеин можно размешать и в чашке, но далеко не каждый. Чтобы получить максимально однородный коктейль, нужно использовать сеточку либо металлическую пружину. Сеточка бывает крупная, мелкая, с узорчиками. Особой разницы нет, коктейль проходит сквозь нее, мешается достаточно хорошо. Пружинка Шарик. Младший брат кухонного венчика вашей бабушки. Пока вы энергично машете шейкером, он болтается внутри и разбивает комочки. Лучший выбор, по нашему мнению. Качество пластика. Все шейкеры делаются из нетоксичного, безопасного пищевого пластика. Конечно, если сильно принюхиваться, то можно почувствовать легкий запах, но это до первой-второй мойки. Все шейкеры, как правило, с производства едут в специальных пакетах и запах просто не успевает выветриться. Также есть стеклянные и металлические шейкера. Они дороже и немного тяжелее, но экологичнее, если можно так сказать. Как обслуживать этот аксессуар? Выбирайте шейкер, в котором нет труднодоступных мест и углов. Из них сложно вымывать остатки драгоценного протеина. А вот шейкеры компании Blender Bottle. Тут дно круглое, моется очень легко. Лови лайфхак. Чтобы протеин не прилип ко дну, сначала наливайте воду, а потом засыпайте протеин. Мойте шейкер сразу после использования, пожалуйста. После протеина в шейкере на следующий день появляется легкий запах, но если забыть протеин на несколько дней, то шейкер, скорее всего, придется выбросить. Если вы знаете свои способы, как отмыть шейкер, пишите нам в комментарии, мы обязательно снимем об этом видео. Лови лайфхак. Если вы хорошо себя знаете и часто забываете мыть шейкер, то лучше покупайте самый обычный и недорогой, иначе всю жизнь будете работать на новые шейкеры. Ага, как ты. Что по брендам? Большинство шейкеров делают на одних и тех же заводах, просто в конце лепят свои логотипы. Очень редко бренд имеет отношение к производству шейкера, поэтому тут уже выбирайте какой нравится. Но брендовые шейкеры, конечно, круче. Специализированные компании делают их более удобными в использовании, а не просто штампуют в Китае, чтобы было подешевле. Качество пластика выше, он другой и приятнее. Часто используют запатентованный пластик тритан, который совершенно не имеет запаха, подходит для посудомойки и не такой хрупкий. Цвет и дизайн намного ярче и интереснее. Огромный выбор. Форма шейкера более удобная, резиновая ручка не дает скользить. Есть петелька или карабин под ключи от шкафчика. В общем, разные прибамбасы бывают. Кстати, фирменный шейкер – крутой подарок спортсмену. Существуют и подделки, но их легко отличить. Бледные цвета, неровности, зазубринки на пластике. И, что самое главное, они намного дешевле. Казалось бы, шейкер – самая обычная посудина для напитков, что там выбирать. Но когда вы используете ее каждый день, несколько раз в день, приходится ее мыть и носить с собой. Тут уж все нюансы важны. Что ж, спасибо, друзья! Ставьте лайки, пишите в комментариях свой опыт использования шейкеров. Ну и как бонус под каждым видео ищите промокоды со скидками в нашем магазине. Пока!